Ребят, всем привет! Продолжаем рубрику полноценных экстресс-обзоров. И в этом видео я вам расскажу о смартфоне Honor 30i, который может прийтись по душе тем людям, которые оценят в первую очередь хорошую эргономику и премиальный внешний вид. Смартфон смотрится красиво, имеет относительно небольшие габариты. Экран у него OLED, что редкость для этого ценового сегмента. Стоит он в районе 14 тысяч рублей за модификацию 428. Так что смартфон действительно интересный и заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. Так что усадьтесь поудобнее. С вами канал Smart Life. Поехали! А как я уже говорил, цена на Honor 30i стартует от 14 тысяч рублей, что достаточно неплохо для модификации 428 оперативной постоянной памяти. Как видим, 6i стоит практически столько же. Разница не столь значительная, как и Redmi Note 9. Но при всем при этом это у нас смартфоны-лопаты, а Honor 30i это стильный компакт. Так что свою аудиторию я думаю, что он также найдет. В комплектации вы найдете инструкцию, скрепку, также у нас есть силиконовый чехол, зарядное устройство у нас здесь слабенькое, 10-ваттное, кабель USB Type-C, и это хорошо. Ну и также на смартфон уже наклеена из коробки защитная пленка. То есть защиту покупать вам дополнительно уже не нужно. Это плюс. Продается смартфон у нас в трех вариациях цвета. Небесном, черном и таком вот мерцающе-бирюзовом, как в моем случае. Хотя я бы сказал, что это не бирюзовый, это более синий цвет. Ну да ладно. Диагональ он составляет 6,3 дюйма при соотношении сторон 29 и Full HD+, разрешений. Матрица у нас здесь OLED. 2,5D технология применена. Значит, что у нас вверху? Вверху у нас капелька не особо эстетичная. Разговорный динамик и индикатор событий, к сожалению, тут нет. Поскупились, а зря. Нижний подбородок составляет толщина его 4 мм, и он, в принципе, достаточно компактный. На верхней грани 3,5 джек и дополнительный микрофон громкости или большого подавления. Внизу у нас перфорация разговорной динамики, Type-C разъем, разговорный микрофон. С правой стороны кнопка питания и качелька революции громкости. С левой стороны у нас лоток под две наносим карты. К сожалению, microSD карточкой память вы здесь расширить не сможете. Это печально, но благо у смартфона 128 гигабайт постоянной памяти, поэтому, в принципе, тут не особо это уж большой минус. Значит, что мы видим сзади? Надпись компании Honor, основную камеру, стоящую из трех модулей со вспышкой, да и все. Задняя крышка у нас выполнена из стекла. Ну, сами понимаете, отпечатки пальцев будут собираться очень легко и просто, особенно в этом цвете. Но в белом цвете, в принципе, отпечатки пальцев в небесном собираться не будут. Выделю габариты, достаточно компактные. Вот я соскучился по компактам, и вот вам сразу два компакта. Вот Lenovo K10 Note, компактный смартфон, и этот смартфон по габаритам очень и очень схожий. То есть, эргономика у смартфона действительно хорошая, и вот за это Honor можно похвалить. Они выпускают компактные смартфоны, не лопаты, как там Xiaomi Realme, которые любят делать большие смартфоны, а выпускают и достаточно эргономичные смартфоны, поэтому по эргономике смартфон, безусловно, хорош. А по сборке все в порядке, все хорошо, деформации нет. Боковая грань у нас выполнена из пластика, задняя крышка стеклянная. Так что по материалам корпуса, в принципе, все достаточно премиально. Давайте наденем силиконовый чехол, посмотрим, как смартфон смотрится в чехольчике. Вот как бы в чехольчике он уже отпечатки пальцев собирать особо не будет, камера не выпирает, это хорошо, но передний экран, чехол не перекрывает, это не особо хорошо. Так что вот так вот на ровную поверхность классить особо я бы не рекомендовал смартфон, потому как пленка будет царапаться. Но так, в остальном, в принципе, внешний вид и сборка у смартфона вызывает положительные впечатления, да и смотрится он хорошо. Так что тут по внешнему виду можно поставить плюс. Работает смартфон у нас под управлением фирменной прошивки Magic QA версии 3.1 на базе 10-го Android. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления, с приводом на русский полноценный, то есть в этом плане все у нас в порядке. Быстренько пробежимся по основным параметрам. Темная тема для малетокрана присутствует, это очень хорошо. Также функция 10-дименных устранения мерцания здесь также есть, и это тоже, смотрите, вот на полном минимуме. Видно у нас мерцание, хотя сейчас, подожди, немножко приподниму яркость. Вот так вот видно. Убираем, мерцание есть, видим, так, мерцания нет. То есть 10-дименных функций у нас здесь реализована, это хорошо. Но так, в остальном, стоя температура дисплея настраивается, то есть, в принципе, жесты настраиваются. Хватает здесь на всяких прибамбасах, то есть прошивка очень функциональная. Лаунчер работает шустро, без каких-либо проблем. Сразу могу сказать, Google сервисов тут у нас нет. Сами знаете, санкции со стороны США на Huawei у нас наложили, поэтому, к сожалению, Google сервисов нет. Но, в принципе, фирменное приложение AppGallery уже много в себе русских приложений содержит. То есть, Сбербанк, Контакт, Яндекс, это все у нас есть, все устанавливается без проблем. Если вам нужны Google сервисы, в принципе, можете установить такое приложение WMOS Pro, и у вас будет такой удаленный рабочий стол с Google сервисами. То есть, в принципе, проблему это решить при желании можно. YouTube, самое главное, в AppGallery присутствует, и поэтому, в принципе, вот самое главное, YouTube-чик есть, его устанавливать, пить всяких танцев с бубном можно, и это, безусловно, хорошо. Звонилка не от Google, но записи звонков тоже нет. Вот плохо штуково, исключили записи звонков в этом плане, немного недочет. Верхняя штука выглядит таким стандартным образом, то есть, в принципе, все настраивается под себя без проблем. Очищаем приложение с памяти, и по стандартной схеме запускаем ряд стандартных приложений. AppGallery, это у нас аналог Play Market, смотрим скорость открытия. Потом браузер тоже смотрим, как у нас открывает ФОПДА, тоже прогружается все очень даже шустро. И YouTube тоже у нас немного модифицированный, но в целом, в принципе, такой же стандартный YouTube. Также вот я вошел в свой аккаунт, и без проблем все можно открывать и пользоваться. В общем, по ПО, все хорошо, все отлично, но, конечно, отсутствие Google сервисов дает свой недостаток. Давайте проверим работу сканера питьков пальцев. Он здесь встроен в экран, и смотрите, очень даже хорошая скорость распознавания процент попадания. Функцию Face Unlock смотрим, проверяем, тоже отрабатывает очень даже бодро. В этом плане все у нас здесь хорошо. Работает смартфон под управлением процессора Kirin 710, да, в принципе, не особо мощный процессор, но имеет 4 дра Cortex-A73, это хорошо, ну и 4 Cortex-A53, что не очень. Графический чип Mali-G51, разрешение Full HD+, и при этом платформация здесь достаточно хорошая. 418 API. Оперативной постоянной памяти здесь 428 версия только продается. NFC у нас здесь присутствует, да и остальные датчики также у нас здесь есть. Освещение, приближение, то есть по датчикам все в порядке. Мультитач полноценный 10к с Sony, Wi-Fi модуль тоже хороший, через 4 стены пробивает без проблем. Теперь смотрим на результаты тестов Antutu в сравнении с Note 9 и с Realme 6i, для того, чтобы вы понимали разницу. Тут, конечно, будет по процессорной части данный смартфон проигрывать. Geekbench, смотрим показатели. Далее, 3D Mark, ну не сказать, что прям-таки сильно он уступает. А вот по троттинг-тесту смартфон очень даже хорош. Смотрите, какие такие вот стабильные значения, все в зеленой полосе. То есть просадка, конечно, есть, но она совсем минимальная, если бы точно 12% потеряла от первоначальной значений максимальных. Так что в целом, как бы по троттинг-тесту смартфон видно, что реализация именно системы охлаждения здесь продумана хорошо, и за это можно похвалить компанию Huawei Honor. А теперь смотрим на тест скорости оперативной постоянной памяти. По постоянной памяти на уровне конкурентов, по оперативной памяти вот как-то проигрывается. Немножко недоработали в этом аспекте. Теперь давайте остановимся на экране и посмотрим, что же у нас за экран предлагает нам. Какие возможности. А экран у нас, естественно, здесь будет флагманский, потому что здесь у нас OLED-экран. Это, безусловно, сразу ощущается. У конкурентов IPS-экран, у 6i вообще даже Full HD нет разрешения, то есть там HD-разрешение здесь же. Отличная плотность пикселей, то есть это однозначно лучше. Насыщенная яркая картинка тоже, безусловно, будет в выигрышной ситуации. В целом, AMOLED-экран, сами знаете, это более премиальное решение. Тут, конечно, сразу видно, что смартфон по экрану, безусловно, очень даже хорош по цветовой гамме, по насыщенности. По запасу яркости тоже все в порядке, на ярком солнце будет хватать без проблем, в полной темноте тоже испытывать дискомфорт не будете, потому что есть функция DC-димминг. Да и в целом, по углам обзора, как видите, тоже AMOLED-экран показывает себе экраны очень хорошо. Так что вот что-что, а экран тут, безусловно, очень хороший. Смартфон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. Проблем с разговорным динамиками и микрофоном я не заметил. Отчетливо слышал с телеседникой, он тоже меня слышал без каких-либо помех. Также фантомных нажатий ухом не возникало, датчик приближения отрабатывает здесь корректно. Звучание в наушниках здесь, конечно, не флагманское, но благодаря поддержке специальных аудиоэффектов от Huawei Highstone, звук на достаточно высоком уровне, то есть качественно, имея хорошие наушники, сможете насладиться звучанием, в принципе, на достаточно высоком уровне. Давайте проверим звук внешнего динамика. Вы знаете, динамик достаточно хороший. То есть здесь ощущается небольшая такая вот глубина. Это говорит о том, что здесь присутствует средний спектр частот, он не выпадает. По запасу громкости он тоже хороший, то есть пропущенных вызовов у вас точно не будет. Так что динамика я бы характеризовал на достаточно высоком уровне. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. Сегодня у нас пасмурная погода. Но несмотря на такие вот тяжелые условия GPS-навигации, спутники уловит он отлично. В районе 25 спутников определяет. GPS-глаза бедовая поддержка есть. Так что с навигацией здесь полнейший порядок. Экран при динамом освещении тоже будет показывать себя хорошо. Я и сейчас вижу, что он по запасу яркости очень даже хороший. В игровом плане, конечно, смартфон не особо впечатляет, потому как, ну, процессор, я бы сказал, что справляется с играми на таком вот среднем уровне. Да, конечно, в Asphalt 9 можно, в принципе, на максималках все играется очень даже неплохо. В танке графику придется выставлять уже на среднем уровне, то есть на максималках комфортно не поиграешь. В PUBG выше высоких значений не выставляется. Но как бы там комфортно играть можно и на высоких значениях. То есть, ну, процессор не могу сказать, что сильно плохо себя показывает, но и не на сильно таком вот высоком уровне. У конкурентов ситуация, мне кажется, самая малость будет немножко получше в игровом плане. Но, опять-таки, не сильно уж-то они будут вырваться вперед. Значит, при этом нагрев корпуса достигается в пределах 39 градусов. Дискомфорта нет, все в порядке. Процессор греется в пределах 56 градусов. Для процессоров от Huawei это стандартное значение, так что в целом перегрева тут нет. Давайте посмотрим на яркость фонарика. Ну, смотрим, все в порядке с фонариком. Здесь все хорошо по запасу яркости. Он ничуть не сплоховал. А теперь касаемо камеры. Камера у нас здесь имеет три модуля. Основной объектив на 48 Мп Sony MX586. Также широкоугольный на 8 Мп и бесполезный портретный модуль для размытия заднего фона. Все как всегда. По интерфейсу, что у нас здесь есть интересно? Ну, все стандартно. Ночной режим, это хорошо. Портретный режим, где размывается задний фон. Здесь у нас переключается в фото между широкоугольным и стандартным объективом. Широкоугольный, в принципе, фотографирует тоже достаточно хорошо. Стандартный объектив. Искусственный интеллект. Запись видео максимально поддерживается. Она здесь в Full HD разрешении. При всем при этом стабилизации нет. Вот это плохо. Вот это недочет. Стабилизация, я считаю, что в этом ценовом сегменте должна быть. Хотя вот у Realme 6i тоже стабилизации нет. А в Note 9 она есть, но она паршивая. Там что есть, что нет ее. Так что компоненты тоже сильно далеко не ушли в этом плане. Ну, тут замедленная съемка, HDR. В общем, в принципе, функционал у камер достаточно хороший. А что можно сказать в целом по камере и по фотовозможностям? Ну, на уровне конкурентов. Того же Redmi Note 9. В целом, Huawei фотографирует, ну, как бы Huawei Honor смартфоны на фото, по фотовозможностям всегда были, как бы, даже впереди Xiaomi и Realme. Так что тут тоже ощущается, что смартфон фотографирует хорошо и качественно. Претензий именно к фотосъемке здесь однозначно нет. По фронтальной камере она на 16 мегапикселей. Тоже фотографирует хорошо, без смазов, резко, четко. Претензий нет. Так что по фото части здесь все замечательно. А вот по видео, конечно, немного не доработали. Стабилизация, я считаю, что в этом самом сегменте просто быть обязана. Произведем тест камеры нашего смартфона. Запись видео производится в Full HD разрешении. Давайте посмотрим, что у нас с фокусировочкой. Вроде все в порядке. Фокус определяет достаточно шустро и быстро. Теперь пройдемся, посмотрим на работу стабилизации, которой здесь нет. Печально. Стабилизации нет. Недостаток. Недостаток. Хотя справедливости ради скажу, что картинка сильно не дорожит. Давайте произведем цифровое приближение. Во сколько у нас здесь зум? Шестикратный зум. Детализация очень даже неплохая. Также можно во время видеосъемки переключаться на широкоугольный объектив. Вот это плюс. Вот за это компанию Honor Huawei можно похвалить. У других конкурентов так нельзя. Здесь же можно, поэтому в принципе в целом видеосъемка очень даже бодрая. А теперь проверим запись видео с фронтальной камеры. Full HD разрешение, 30 кадров в секунду. Стабилизации также нет. Ну, все стандартно, все ожидаемо. В целом, качество видеосъемки нормальное, но хотелось бы видеть стабилизацию. Далее смотрим, как ведет себя камера при комнатном освещении. Насколько у нас хорошо снимает. Фокус определяет. Хорошо. Дальний объектив съемки. Как видите, стабилизации нет. Посмотрим, насколько камера себя показывает в полной темноте. Насколько апертура здесь света сильная. Вроде неплохо. И с фокусом тоже все хорошо. Определяет без проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Емкость, тройный аккумулятор составляет 4000 ммч. Посмотрим на результаты разреза смартфона в разных условиях. Час просмотры видео по VPN на YouTube, представительных показателей яркости. Час игры в асфальт 9-й. За ночь, насколько смартфон садится при активности карты. И сколько он теряет во время его стресс-теста. Как видите, показатели в принципе адекватные и нормальные. Да, не самые лучшие, но и не самые худшие. На день активного использования его будет хватать без проблем, а это самое главное. Быстрая зарядка тут у нас вроде бы как поддерживается, но родное зарядное устройство не особо мощное. Поэтому по скорости зарядки тут смартфон не очень себя хорошо показывает. Ну а так, в целом, автономность у него хорошая. Итак, друзья, подведем итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным и объективным, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Что можно сказать про данный смартфон? Каковы его достоинства? Ну, как я уже сказал в начале этого видео, это, конечно, компактные габариты и эргономика. То есть, в целом, смартфон лежит в руке хорошо. Премиальный материал корпуса, смотрится красиво. Экран также можно отнести к достоинствам, потому как OLED-матрица для этого ценного сегмента это реальная редкость. И еще что можно сказать по смартфону. В принципе, так, по соотношению цена-характеристики, он сбалансирован хорошо. Для этой цены смартфон предлагает вполне нормальный запас памяти, вполне адекватный процессор. Да, конечно, многие могут хейтить данный процессор, но если говорить за конкурентов, в принципе, я ставлю примерно на одну ступень эти процессоры. Что хейлю там G80, G70, Skirin 710. В принципе, при стандартных задачах они выполняются одинаково. Да и по играм большой разницы между этими процессорами лично я не вижу. По трудным тесту смартфона видно, что реализован хорошо, то есть система охлаждения здесь показывает себя хорошо. Но по недостаткам я бы выделил, конечно, отсутствие стабилизации перед ее съемкой. Мне кажется, что она должна. Могли бы поставить сюда стабилизацию. И, конечно, отсутствие Google сервисов. Для многих это важный аспект, и как ни крути, отсутствие Google сервисов очень многих отпугивает от покупки смартфонов Huawei. Но я думаю, что со временем, конечно, не так это будет уж сильно важно. По крайней мере, YouTube здесь есть, а большего многим и не нужно. Что вы думаете насчет данного устройства, пишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте. И ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. Но я ненадолго прощаюсь. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok